Средние потребительские цены в Молдове в марте выросли более чем на 22% по сравнению с мартом прошлого года. Продукты питания за год подорожали больше чем на 27%, непродовольственные товары почти на 18%, услуги населению почти на 21,5%. Такие данные опубликовало Национальное бюро статистики. Всего за месяц с февраля по март средние потребительские цены в Молдове выросли на 4,06%, на 4,62% и подорожали продукты питания, на 3,67% непродовольственные товары и на 3,84% услуги. Из продуктов питания больше всего на 42,5% подорожала поваренная соль. Стоимость сливочного масла выросла более чем на 15%, крупы на 14% с лишним. Рис стал дороже более чем на 13%, маргарин почти на 13%, картофель на 11,4%, пшеничная и кукурузная мука на 11,9% соответственно. Хлеб из ржаной муки более чем на 7%. На 6,2% дороже, чем в феврале продавались в марте фрукты, почти на 6% больше приходится платить за растительное масло, свыше 5% прибавили в цене макароны и овощи, на 4,5% больше стоит пиво. Ценники на молоко и молочные продукты изменились в среднем на 4%, на чай на 3,8%. Мясо и мясные консервы, а также рыба и рыбные консервы подорожали на 3,4%. Натуральный и растворимый кофе подорожали на 3% и чуть более 2%, соответственно. Хлеб из пшеничной муки на 2,7%, а сигареты на 2,4%. В то же время куриные яйца подешевели на 5,3%. Уточним, что в марте этого года продукты питания дороже на 27%, чем в марте прошлого. Жители страны признаются, что в условиях, когда растут только цены, но не доходы, им только и остается, чтобы потуже затягивать пояса и отказывать себе в том числе в отдыхе и развлечениях. А некоторым приходится экономить даже на еде. Ставин Иститут, кури. На все. На тат. На все продукты, на медицины, на общиеся, на все. На всем. И как вы заскор armed? Курио. Курио. Соцу, когда нет, когда нет, и когда нет, совсем не такой. Но из-за этого россии мы не можем. У нас рассматривая широкие, когда ск compounds это довольно тяжелый, это будет сложив. Да, у меня родители, и это очень сложно. Но они откроются, потому что у них есть дети. И помогаем их, как мы можем. Слушайте, я из Романии. Сахар бензином, сахар бензина, сахар бензина, сахар бензином, сахар бензином, сахар бензином, сахар бензином, сахар бензином. Чтобы заработать лишнюю копейку, некоторым приходится продавать то, что растет в огороде, в том числе цветы. Мы не можем ловить, но мы хотим ловить флоры, чтобы увидеть. Мы не делаем петры, чермары, меси, не имеем в виду ни каири. Мы в нашей доме, в Одессе, сахар бензином. Помимо продуктов, в последние месяцы жителям страны приходится платить больше и за непродовольственные товары и услуги. А лидирует в рейтинге самых стремительно дорожающих – энергоресурсы. Согласно Национальному бюро статистики, в марте солярка подорожала на 22%. По сравнению с февралем бензин почти на 11,5%. Всего за год топливо в целом выросло в цене на 44%. На 5,6% дороже стали дрова. Не отставали в росте и ценники на лекарства и стройматериалы. Тарифы на услуги по сравнению с февралем в марте подорожали примерно на 4%. Но если сравнивать с мартом 2021, рост превышает 21%. Больше всего подорожал транспорт. Стоимость проезда в местом, внутрирайоном и междугороднем транспорте выросла примерно на 35%. На 14 с лишним процентов больше приходится платить родителям дошколят. Почти на 12,5% дороже стали курсы автовождения. Больше теперь просят и за ремонтные работы, и за работой по содержанию жилья. Эксперты-экономисты говорят, что в ближайшие месяцы продукты продолжат дорожать. Напомним, Всемирный банк прогнозирует на 2022 год среднегодовую инфляцию на уровне 18,1%. В 2023 году этот прогноз втрое ниже, а в 2024 рост цен по данным ведомства составит 4,6%.